Привет! Мы вчера ездим на Розовое море. Это очень круто. Пока! Всем привет! Мы едем в Феодосию. Будем колесить радиус Феодосии где-то 150-20 километров, правда. Я не обманываю. Будем снимать и показывать. Ура! На горизонте появились горы. Мы подъезжаем к Жанекице. Уже видно горы. Очень красиво. И вот по традиции Крыма снова бездорожье. Такая дорога будет длиться примерно 5 километров. Это мы пробираемся к мысу Хамелеон. Такое бездорожье в Крыму повсюду. И именно Крым у меня всегда будет ассоциироваться с пылью. Ребята, гляньте, вот он, мыс Хамелеон. Потрясающе. Посмотрите, какая красотища. Сейчас будем прямо на него забираться. Это мыс Хамелеон, ребята. Посмотрите, какая красотища. Вот туда можно подняться и походить по этому мысу. Но там на входе стоит табличка. Возможен обвал и можно рухнуть. Но мы, конечно, пойдем, потому что мы хотим клевую фотку. Если вы так же, как и мы, решите покорить этот мыс с детьми, то обязательно держите их за руку, потому что обрывы не огорожены. И за детьми нужен глаз на глаз. Короче, мы забираемся. Вот это вот все такое песочное и может рухнуть, поэтому нужно ходить. Темка, руку дай мне. Вот это называется Тихая бухта. Здесь штормит, но в принципе море, как видно, чистое. Спустя 4 дня мы первый раз искупались в Крыму возле этого мыса прекрасного. Не только до него добрались, но еще и вот на него покупались. Еще выше можно подняться и пройти еще дальше, но самое интересное будет впереди. Конечно же мы идем! Мыс Хамелеон является интереснейшим явлением природы в Крыму. Он расположен недалеко от поселка Коктебель. За ним находится та самая Тихая бухта, которую я вам показал. Она является любимым местом туристов и местной молодежи. Мыс Хамелеон представляет собой уникальный глинистый выступ, который по своей форме напоминает гигантскую ящерицу. Своей мордочкой мыс далеко выступает в Коктебельскую бухту. Она расположена между Тихой и Мертвой бухтами. Представляете, мы не туда пришли. Надо было вот так идти. Представляете, теперь нам надо сейчас спуститься и снова подняться. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Вот мы перешли с этой сопки на вот эту. Нам еще маленько. И будет самая красота, ради которую стоит переехать в Феодосию. Видите, куда мы забрались. Как вам, Артем? Красиво. Красиво? А я... Красиво? Тебе нравится, Родион? Да, страшно. Страшно? Да, я боюсь. Ты тоже? Да. Кресты. Красота. Тёма, 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 мне. Спасибо. Ребята, мы добрались. Посмотрите, какая тут красотища. Как тут страшно. Потому что в любой момент вся эта херня может валиться. Жесть, смотрите. На мысе Хамелеон очень много трещин и часто происходит обрушение. Поэтому соответствующая табличка перед подъемом на него предупреждает об этой опасности. Но все равно, невзирая на все эти предупреждения, находятся отчаянные люди, которые добираются до конечной точки Хамелеона. Я туда не пошел. Эти поступки вызваны стремлением полюбоваться красивыми видами на море, в Тихой бухте, потухший вулкан Карадак, поселок Анджиникидзе, а также сделать уникальные фотографии. Но все-таки стоит помнить о серьезной опасности и не ходить по глиняному выступу. Большой обвал мыса Хамелеон в море на глазах у отдыхающих в Коктебеле произошел 2 мая 2016 года. И сейчас я вам его покажу. А теперь запоминаем вот этот знак, вот эти два бетонных блока и места, где я стою. Место, где я стою, там стояла наша машина. И очередной обвал мыса Хамелеон произошел спустя месяц после того, как мы там были. Смотрите, насколько сильно было обрушение. Вот так вот было до обрушения. И вот вы можете увидеть, насколько сильно обрушилась часть мыса Хамелеон. Видите, вот там бетонный блок лежит. Вот второй, вот этот знак, который был. Так что кто поедет и будет там, очень и очень аккуратней. Нет, туда я не пойду, потому что у меня двое детей. Я все-таки вернусь. Вон они маленькие сидят. Обязательно приезжайте в это место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова